презентации, как раз-таки экономия удобрений и повышение качества зерна при дифференцированном внесении. Соответственно, тема достаточно интересная. Здесь участники конференции уже рассказывали про наличие зон, космос, техника. Мы представляем свой подход, свое видение, как нам работать в этом направлении. Компания «Грософт» позиционирует себя как мост между компьютером-агрономом и техникой, работающей в поле. Мы используем более 30-летний немецкий опыт работы в этой области зонами. И адаптируем его именно на полях России. Компания «Фармфак», которая является одним из лидеров немецкого рынка, как раз-таки и помогает немецким фермерам очень педантно подойти к своим полям и, соответственно, раскрыть потенциал полей. Ну, поскольку мы работаем именно с тем, что уже есть в хозяйстве, то есть мы не влияем ни на выбор сортов, ни на выбор различных технологий, а именно раскрываем потенциал поля. А как раскрыть потенциал, если не использовать передовые современные технологии и, в частности, экономика, где она скрыта? Вот именно если мы будем раскрывать потенциал полей. Мы точно так же используем сейчас доступные информационные ресурсы, анализируем состояние посевов по актуальным снимкам. И, соответственно, не просто смотрим на разноцветные картинки, а пытаемся как раз-таки выяснить причину, потому что как раз-таки вот в этой зональности и скрыта вот эта недопомощная прибыль с каждого квадратного метра. Помимо актуальных снимков точно так же используем и композиты, то есть это более глубокий анализ сезонов за последние 3-5 лет по архивным снимкам. И здесь в вальной системе мы также видим вот эти зоны, которые с разным потенциалом на дороге. Но, тем не менее, мы-то работаем ровно с полями и вносим удобрения равномерно, и урожай хотим получить тоже там по максимуму. А если не работать с зонами, то, в принципе, оно из года в год будет повторяться. Вот на данном слайде представлено кортирование по урожайности комбайном и, соответственно, снимки, которые идут в процессе вегетации. И, соответственно, комбайн нам точно так же показывает, что в бункер мы внесем, ну, насытим, да, тут, если постой, сильный участок 30 центнеров, вот, слабый участок идет 15 центнеров. Но в итоге затронем на 20-25, будем радоваться, да. Но, опять-таки, причина, причину мы не раскрываем, хотя у нас есть и техника, есть и люди, есть и желание. Вот. И как раз-таки вот этим мы занимаемся, что мы используем эту информацию для того, чтобы пойти на поле, да, сделать лабораторные исследования. Вот, в частности, этот актуальный сценарий по текущему сезону, то, что мы используем снимки, которые были у нас еще, ну, до выпадения наших кабельных снимков, да, то есть есть тенденция развития этой биомассы на полях. Вот. И, соответственно, делается отбор, прям, да, он стоит, так сказать, затратный, может быть, не очень удобно, там, не в кабинете сидим, но конкретно так делают хозяева, которые хотят раскрыть потенциал своих полей. Вот, соответственно, мы с вами видим участки с низкой продуктивностью, с низкой продуктивностью. И просто так сказать, да, что сюда внести, в каких дозах, ну, как бы было бы неправильно. Вот. Поэтому здесь мы видим именно отбор, видите, был 14 февраля сделан, 21-го года. И, соответственно, в метровом слое содержание азота, в сильной зоне, в слабой зоне, запас нитратного азота, запас влаги по горизонтам тоже, что сейчас там очень актуально после двух очень таких сухих годов, да, которые были. Конечно, сейчас, когда уже есть эти данные, уже чуть легче и нашим сельхозпроизводителям, то, что уже хоть много есть. Мы видим, как она распределена по уровню. Вот. Видим содержание доступного фосфора. Вот. И дальше работа идет именно с учеными. И лаборатория дает рекомендации под плановую урожайность, которую желают получить хозяйство. Сколько необходимо внести по первую подформку, то есть в самой мягченной селитры. Вот видите, вот здесь у нас как раз таки идет конкретная работа с хозяйствами. Конкретно даются рекомендации именно спросильных организаций лабораторных, которые гарантируют этот урожай. Вот. Ну, а дальше идет работа. Вот именно просто так сказать, что сюда вноси больше, сюда меньше. Понятно, техника, она не настолько умная. Хотя, конечно, сейчас очень-очень умная, может вносить зонально. Поэтому, если принимая лабораторные исследования, мы составляем карты внесения. Вот это пример по прошлому году. И, соответственно, то такая самая селитра у нас перераспределяется согласно продуктивности биомассы на поле. И потом уже идет внесение, уже данный фар мы переносим в технике. То есть, я как говорю, этот мост, который мы переносим от компьютера и переносим его непосредственно в поле. Вот. Здесь большая работа была сделана в аэрофондинге «Кубань». Тоже хозяйство, которое считает деньги, ну, как и все хозяйства, да, и пытается для себя определить, насколько вот эта дифференциация, она выгодна, стоит ли с ней заниматься. И вот, как здесь представлено из отчета, контрольный участок, опытный участок, полно-помощная урожайность с прибавкой в 10 центнеров. Вот. Ну, не просто так, да, вот прибавили там 10 центнеров. Вот. Технологии были сопоставимы, абсолютно все одинаковые. Единственное, мы аргументировали внесение удобрений, зонально перераспределяли эти удобрения. И строка, которая у нас идет по удобрениям, да, мы видим то, что в опытный участок, да, мы внесли большее количество удобрений. Но и прибавки получили, и, соответственно, условная прибыль с гектара составила порядка 4 тысяч рублей. То есть это вот именно результат, который был получен правильным таким перераспределением и работой умных машин. Что касается именно сейчас азотного внесения, то очень актуальна как раз-таки работа сенсорных датчиков, которые могут в режиме реального времени сканировать именно вегетацию, которая есть на полях. Ну и, соответственно, уже задавать задание в машину, да, чтобы она зонально вносила. То есть сенсоры, они представляют собой оптический датчик, который сканирует в инфракрасном диапазоне. Ну и, соответственно, идет вот это вот задание передает на технику. Вот здесь хочу показать то, что это не просто там единичные случай, единичные машины, да. То есть сенсорная техника, она уже готова к сезону, и сейчас она будет работать, к сезону 21-го года. Вот хозяйства оснащены, ну, передовые хозяйства, где-то, кто занимается этим вопросом, ну, в принципе, пытаются накрывать весь свой азимый клин. Вот. И, в частности, была проделана большая работа в университете в Краснодарском учреждении, да, вот с учеными. Наша компания предоставила сенсоры, вот, ну, и отличительная особенность в том, что непосредственно данные, которые шли с сенсора, они интегрируются в терминал именно, не в сторонний терминал, а в терминал именно от этого разбрасывателя. Вот. И независимо, какой трактор регатирует машину, то есть разбрасыватель, он в любом случае управляется терминалом, в котором мы изменяем нормы внесения азотных подобрений, ну, форматный индекс агитации НДВИА. То есть принцип достаточно простой, как я уже сказал. Сенсоры проходят по полю, идет интервал НДВИА, и каждому значению параметра НДВИА прислается своя требуемая норма, которая вам опонучена, ну, в виде, там, шаг, да, или лабораторных исследований. Вот. Ну, и, соответственно, я хочу поделиться опытом, который был заложен. Ну, и, соответственно, все этапы, которые мы проводили, они документировались, это публикации есть в научных изданиях. Вот, в частности, доктор-профессор Труфляк Евгений Владимирович очень серьезно занимался этим вопросом. Вот мы с вами видим на 20 января 2020 года, то есть, ну, именно состояние посевов, то есть, это два поля с одинаковым предшественником, с одинаковым, там, кукурузкой было на съемках, да, и, соответственно, один сорт безостой один, единые нормы высева, единый день посева, все было идентичное. Вот, ну, и, соответственно, где у нас тут вот сенсоры, да, то есть, эти поля мы работали по сенсорам, а рядом поле работа у нас именно о том, как я в начале презентации говорил, чем просто мы создавали карту по, ну, согласно этой пестроты, по космоснинкам. Вот, соответственно, первая подкормка была 19 февраля, уже ее провели, ну, и потом тенденции здесь видно, как оно, как это поле развивалось в марте, ну, и 23 марта была вторая подкормка. То есть, у сенсоров есть определенные преимущества, то, что они работают, так сказать, независимо от получения снимка, соответственно, есть биомасса, они работают по ней и вносят там удобрения. Ну, и, соответственно, какие были получены, ну, результаты, в чем был опыт, да, то есть мы, соответственно, в первую подкормку по карте задания внесли 97 килограмм на гектар, по сенсорам было внесено 105 килограмм. Вторая подкормка по картам задания 141, по сенсорам 117, то есть, ну, сенсоры немного скорректировали, видите, даже мы здесь немного сэкономили на удобрениях, хотя, как бы, не ставили цель именно в том экономике обобрения. Вот. Ну, и, соответственно, самое интересное, когда идет урожайность, то есть, как мы знаем, в прошлый год был достаточно суровый, соможный год из-за засухи. Ну, тем не менее, по урожайности, в принципе, ну, сопоставимые значения идут, то есть по карте, которую мы предварительно делали, да, получили 64,4 центнера, по сенсорам 65,9. Вот, все, урожайность... Алексей Минов, он вам уже перебирает. Ага, ну, еще совсем чуть-чуть. Вот, и, соответственно, по урожайности здесь мы видим, они сопоставимы, урожайность документирована с системой механизма «Телематикс», вот, но по качеству мы видим то, что клейковина, протеина, они, ну, немного, но не выше, да, получились именно по сенсорной технике. Вот, эти же данные, они подтверждают и исследования в Германии, вот, здесь специально дам такой, самая дата, то есть, если вот это ровное внесение, где константно, ну, и с сенсорами, вот, как раз-таки вот именно есть возможность некоторой корректировки по удобрениям, вот, ну, и повышение именно качества зерна в виде протеина. Вот, ну, буквально еще 2-3 минуты. В чем заключается, конечно, зональная работа, это именно вот под основной внесением, что же самое делаются у нас такие обследования, то есть, используем зоны, вот, в каждой зоне определяется значение именно доступного фосфорокалия, вот, видите, так же, тут рядом стоящие поля, и то они достаточно сильно пестрят. Вот, идет обязательно расчет, именно по требам урожайных, переносится все это, опять-таки, через этот мост в виде системы, да, технику. Вот, идет зональное внесение, и тогда вот, опять-таки, есть возможность получать вот эту вот выручку, которая, как бы, всем нужна, да, то есть, ее аргументация, для чего этим заниматься. Вот, раскрытие потенциальной недопомощной прибыли, как раз-таки, возможно, именно здесь. Ну, и в конце презентации, хотелось бы, именно, быстренько показать, как вот, если сравнивать, да, вот, именно поля, такой симптоматической технологии, ровное внесение, вот, и вот, допустим, вот это, такое изогнутое поле, которая интенсивная исследованность, да, и насильность зонального удобрения. То есть, сейчас будут листаться смайты, мы видим с вами, как это изменяется по датам, да, изменяется, ну, палитра, да, вот таких раскрасок по этим полям. Вот, мы видим то, что на 31 марта существенно начинается выравнивание, да, вот этого, даже центральной части этого поля. Вот, 6 апреля, потом 23 апреля, вот уже поле диагностическое, да, ну, видно, что прям существенно встает по развитию, а здесь у нас идет еще, наверное, прирост биомассы, идет развитие листа. Вот, 10 июня перед уборкой поле тоже совсем высохло, индекс очень низкий, это поле достаточно хорошо, ровно, видите, вот убрали вот эту пестроту, ровное развитие идет по полю. Вот, ну, и в итоге, да, получили результат. Как бы, если ничего не делать, да, можно получить тех самых, если от центера, вот, но все-таки, если мы ставим цель распространения потенциального поля и получать достаточно высокий урожай, то как раз-таки без внедрения таких зональных точных технологий, ну, как бы, не получили такого высокого урожая. Ну, и закончить хочу тем, что, да, если хозяин есть на земле, то готов, как и немецкий фермер, работать зонально с каждым участком поля, он обязательно достигнет своего результата. Спасибо. Всего доброго. Спасибо, да, вопросы. Спасибо. Кстати говоря, вот то, о чем вы рассказали, о сравнительном эксперименте на полях краснодарского образного хозяйства, это можно посмотреть со всеми подробностями на сайте Донгау, там и мнение механизаторов, и специалистов, и ваши, у Труфлика как раз подробно об этом рассказано, а там, наверное, видео около часа в общей сложности. Спасибо. Есть вопросы к Алексею? Да, пожалуйста. Добрый день, Алексей, меня зовут Бутовченко Андрей. Подскажите, пожалуйста, как выбрать зону, из которой брать почвенную пробу, в принципе, понятно, а как в пределах одного квадратного метра, как вы определяете, в какой точке в рамках квадратного метра вы берете пробу? А зачем в каждом квадратном метре брать пробу? Это не очень вопрос, по-моему. Мы берем зонально, зонально определяются зоны, и в рамках зоны определяется именно лабораторными следами определяем содержание питательных, доступных питательных элементов. А сколько у вас на точке вы пробу берете? Ну, смотрите, здесь разбивка поля идет на элементарные участки, то есть элементарный участок, это может быть и 5 гектар, и 10 гектар, вот, и, соответственно, внутри этого элементарного участка идет пробоотборниками, именно ЧПС-привязкой, идут уконы, порядка 15 уконов, и набираем одну среднеизвешенную пробу из этого элементарного участка. А потом этот участок отправляется, точнее, проба отправляется в лабораторию, и исключительно лабораторные исследования уже дают значение по доступному элементу, там, фосфор, калиф, и так далее. А затем мы это переносим все в программу, и составляем уже карту, которая понимает, тот же самый умный разбрасывать, и начинает зонально наносить по полю. Хорошо. А вы не оценивали погрешность, это реально показатели и полный результат. Погрешность у него и проб, погрешность реакция, и так далее. Ну, смотрите, я понял, погрешность здесь, опять-таки, если брать 20-гектарный раствор, понимаете, это одно понимание, если брать, как в Европе, допустим, там, 3-5 гектара раствор, то, конечно, там будет более точное исследование. Погрешность в рамках этой пробки. Ну, я же вам отвечаю на вопрос, то есть, мы здесь пытаемся использовать те ГОСТы, методики, которые у нас доступны, то есть, элементарный участок должен быть минимальный, то есть, это порядка 10-15 гектаров, то есть, и в рамках этого участка отбирается проба почи и отправляется в лабораторию. Лаборатория, с которой мы работаем, они аккредиторные, тестованные, арбитражи, пожарности, то есть, здесь, как бы, не проблема. И, просто видите, космос, который мы сейчас используем, он позволяет нам просто выявить эту зону, более, так сказать, лучше идентифицировать в рамках самого поля. поэтому разбиваем не на прямогольные квадраты, вот, а именно вот такая зональность, которая сами растения, как макмусловая бумажка, не показывают, да, где более мучшее развитие, где более худшее развитие. То есть, этот опыт, который используется точно и в Германии, вот, именно зональное такое применение вот этого отбора. Про отборники... Алексей, а можно сделать вывод, что вы стремитесь слабые зоны поднять до уровня сильных? Ну, опять-таки, здесь все идет по-разному, потому что если возьмем какие-то горные участки, предгорья всевозможные, там, где гумусный слой у нас идет, там, 15-20 сантиметров, конечно, если слабый участок, как его, куда его поднимать, если там не гумуса нет, там другие эти факторы влияют, там, камень, гравий, да, а если мы берем наши степные тут поля, где гумусный горизонт идет, порядка полутора двух метров, конечно, надо выравнивать, надо раскрывать потенциал поля, я не говорю про те участки, там, блюдца с обломоченной, да, которая именно другой фактор влияет, то есть, там, сколько ни подымает это блюдце, да, оно там, если оно заливается, понятно, там, никакого на дороге не будет, точнее, урожая не будет. А если у нас просто мы видим на ровных полях такая кислота внутри поля, и гумусный горизонт порядка, там, полутора метров, однозначно выравнивать и раскрывать потенциал поля. Ясно. Ну, здесь вот, я думаю, что и все присутствующие поняли, разница между агроноутом, который стремится потенциал больше, больше кормить, потенциал меньше, меньше кормить, и стремление к выравниванию у этой вот компании, у агроноута нет. Если нет вопросов к Алексею, то мы будем продолжать. Дальше спасибо, Алексей Александрович.